Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике поговорим про новые макбуки, которые выйдут где-то через полгода, а будут они представлены на презентации Apple WWDC 2021 года. Итак, поехали! Недавно я сделал ролик о том, почему не стоит сейчас в данный момент покупать какие-либо макбуки, а стоит подождать именно вот этой конференции и посмотреть, что представит Apple, потому что нас ждет очень много нововведений. Судя по данным достоверных аналитиков Apple, которые в последнее время очень часто публикуют свои материалы, нас ждут новый MacBook Pro 16, который не обновлялся уже с конца 2019 года, а также новый MacBook Pro 14, который заменит текущий MacBook Pro 13. Ну и главный момент здесь это то, что обновят дизайн, который менялся уже на протяжении 5 лет, как вышел MacBook Pro 2016. Это будет более такой флэт дизайн, то есть не будет скругленных граней, как, например, в iPhone 12 или же iPad. Уж не знаю, как Apple это все реализует, насколько это будет красиво смотреться и лучше, чем текущий дизайн MacBook'ов, посмотрим. Помимо нового дизайна и новой диагонали, также Apple оснастит свои MacBook'и новыми экранами, мини-LED дисплеями. Скорее всего, они будут иметь меньшие рамки, чем на данный момент. Мини-LED дисплей – это новая технология, которая признана улучшить качество изображения, то есть это именно что касается подсветки. Это не имеет никакого отношения к LED дисплеям. Все дело в подсветке, сейчас подсветка у нас распространяется по периметру, а мини-LED дисплей – это множество точечных таких подсветок, которые находятся под экраном, под дисплеем. И дело в том, что они могут светить с разной интенсивностью, то есть могут светить менее ярко, более ярко. В зависимости от этого, в зависимости от изображения, они выдают более контрастную, более яркую картинку. Соответственно, мы получаем более четкую, равномерную подсветку и лучшую цветопередачу. Также еще одним главным нововведением, хотя бы я его так не назвал, это скорее наоборот, это то, что уберут Touch Bar. Да, Apple уберет Touch Bar, так как она поняла из того, что говорят многие люди, что он не особо-то и нужен, не особо люди им пользуются, а он, как известно, ест батарею, с ним иногда какие-то приколы случаются, какие-то гарантийные случаи, и, скорее всего, Apple заменит его снова на обычные физические клавиши. Естественно, я думаю, Touch ID останется, никуда он не денется, он в последних MacBook'ах у нас как отдельная клавиша, поэтому Touch ID никуда не потеряется, а вот Touch Bar, с Touch Bar придется попрощаться. Мое личное мнение насчет Touch Bar, в принципе, эта вещь неплохая, но действительно, я ей пользуюсь не так часто, как хотелось бы, и если бы, например, мне предложили, если бы MacBook работал дольше, если убрать этот Touch Bar, я бы, наверное, предпочел его убрать. Хотя Touch Bar всегда был приколен тем, что он привлекал внимание, например, каких-то людей, которые не очень знакомы с MacBook'ами, им всегда было интересно потыкать эту штуку, и действительно, он неплохо и красиво выглядит. Также для олдфагов есть офигенная новость, наконец-таки возвращается MagSafe. Единственное непонятно, как Apple его реализует в текущем своем исполнении. Будет ли это отдельный какой-то порт для зарядки? На самом деле, вряд ли. Я думаю, что Apple как-то его интегрирует в текущие порты USB 4, которые используются в новых MacBook'ах. Единственное непонятно, как именно они это сделают. Сделают ли они это в каждом порте, или это будет опять только, например, слева, или они сделают, не знаю, в первом порте слева и в первом порте справа. Посмотрим, как это будет. Еще насчет портов. Очень важно, чтобы они наконец-таки увеличили скорость, потому что текущие порты USB 4, которые Apple представила в MacBook'ах Pro и Air на M1, они не дотягивают до тех скоростей, которые нам дают порты Thunderbolt от Intel. Именно поэтому очень важно, чтобы Apple тоже с этим поработала и дала нам нормальные порты, которые как минимум не хуже, чем текущие Thunderbolt порты от Intel. Ну и как вы наверняка уже все знаете, то, что Apple переходит от Intel к своим процессорам на платформе ARM. И, естественно, новые MacBook'и, я думаю, будут оснащаться каким-нибудь новым процессором, типа Apple M2 или M1X, не знаю. Посмотрим, скорее всего, будет все-таки Apple M2. И этот чип, как по мне, будет более стабильный, потому что Apple на данный момент выпустила на текущем чипе M1 только MacBook Pro 13 и MacBook Air. Данные MacBook'и, конечно же, в принципе, не так уж плохие, но они все-таки как некий тестовый вариант. То есть, покупая их, вы, грубо говоря, подписываетесь, что вы становитесь бета-тестером Apple. И благодаря тому, что она будет собирать какие-то данные, какие-то проблемы, будет решать новые MacBook'и, которые уже выйдут на чипе M2, они будут лучше. В них уже будут многие проблемы решены, например, как хардверные проблемы, так и софтверные. Поэтому я советовал в предыдущем ролике своем именно подождать и покупать именно уже MacBook'и на M2. Ну или как минимум посмотреть, что они у себя будут представлять и уже решать из этого. Ну вот такие вот, в общем, MacBook'и нас ждут. Я думаю, будет очень интересно их посмотреть. Подписывайтесь на данный канал. Здесь будет и дальше выходить информация касаемо MacBook'ов, iPhone'ов, техники Apple и вообще техники в целом. Кому понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии, делитесь своим мнением. И до скорого!